У стандартных функциональных интерфейсов, кроме, собственно, главного абстрактного метода, есть еще интересные статические и дефолтные методы, позволяющие делать разные полезные вещи. Например, если у нас есть некоторый предикат, то обратный ему можно получить при помощи метода negate. Или, если у нас есть два предиката, то мы можем построить их конъюнкцию при помощи метода end. Если у нас есть два консюмера, первый и второй, то мы можем их скомбинировать в новый третий консюмер, который вызовет сначала первое действие, а затем второе. То есть в данном случае сначала напечатает объект в консоль, а потом добавит список. Похожим образом можно строить композиции функций при помощи методов endzen и compose. Разница между этими методами в порядке применения. Метод endzen сделает нам функцию sin2x, а метод compose сделает нам функцию sin2. И в заключении еще один пример. Кажется, самый плодовитый на методы функциональный интерфейс это компаратор. И с его помощью можно сделать следующее. Вместо вот такого явного описания алгоритма сравнения двух даблов по их абсолютной величине, мы можем записать следующее. Вызвать метод comparing, которому передать первым параметром метод, который будет применяться к каждому значению перед тем, как выполняется сравнение. И второй параметр. Это метод, который будет сравнивать результаты применения первого метода к исходным значениям, чтобы получить финальный результат.